Как действовать и куда обратиться в случае конфликта или чрезвычайной ситуации? В стране проходят масштабные командно-штабные учения. Такие тренировки начались и в Краевом центре. Учиться гражданской обороне отправилась Виктория Середа. В Краевом центре на Крепостной горе развернулся настоящий штаб. Здесь есть пункты питания, снабжение продовольственными товарами и одеждой. Неподалеку дежурят спасатели и пожарный патруль. В этой палатке, например, пострадавшим выдают форменную одежду. На данный момент в комплект здесь входит фуражка, футболка, нижнее белье, куртка, брюки, носки и ботинки. Пострадавших также обеспечивают сухим пайком, а еще здесь работает полевая кухня. Одна из самых важных и вкусных площадок учений – это место приема и выдачи пищи. Что сегодня на обед? Каша гречневая с тушенкой, чай и хлебушек. Такие мероприятия проходят сейчас по всему Ставрополю. В них участвуют все подразделения городской администрации и специализированные службы. Главная цель, конечно же, это отработка взаимодействия и отработка принципов управления всеми звеньями, которые задействованы в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это все подразделения администрации задействованы, это МЧС задействованы. Все структуры, которые обеспечивают гражданскую оборону и участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций, либо ее последствия. После 7 октября подведут итоги готовности ведомств к чрезвычайным ситуациям. Всей проделанной работе дадут оценку. Виктория Середа, Иван Фильянов, Ставропольское телевидение.